Всем привет! Меня зовут Наталья и я отвечаю на детские вопросы. Сегодня вопрос следующий. Почему у змеи раздвоенный язык и почему она его постоянно высовывает? Некоторым может показаться, что змея просто плохо воспитана и все время дразнится. Но, конечно, это не так. Есть еще одна версия, что язык змеи на самом деле это жало. Но язык это не жало. Змея может укусить и есть змеи ядовитые. Кстати говоря, их не так много, их всего примерно четверть от всех видов змей, которые живут на нашей планете. И тем не менее яд попадает в тело жертвы благодаря острым ядовитым зубам, а вовсе не языку. Так что же такое язык и почему он раздвоен? Дело в том, что язык это часть такой химической лаборатории, которая есть у каждой змеи. У змеи есть особый орган, который помогает ей нюхать окружающее. Это особый обонятельный орган, который находится в верхнем небе. Называется этот орган ломероназальный или орган Якобсона. Что он собой представляет? Он представляет собой две трубочки, которые наполнены жидкостью, они расположены в верхнем небе и соединены с полостью рта специальными каналами. Когда змея высовывает язык, она берет пробы воздуха, то есть это такой своеобразный зонд, если можно так сказать. Затем эти пробы воздуха отправляются в ртовую полость и змея проводит кончиками языка по тем местам, где в полость рта открывается орган Якобсона. И таким образом она понимает, есть ли, например, рядом какая-то добыча или, может быть, какой-то враг, которого стоит опасаться. Этот орган, на самом деле, был открыт не очень давно, он был открыт всего лишь в 1703 году, и был открыт замечательным анатомом Фредериком Рюйшем. И этот орган, как ни странно, впервые был обнаружен у человека. А назван он в честь другого известного анатома Людвига Якобсона, датского анатома, который нашел этот орган впоследствии у многих позвоночных животных. Вообще, впервые орган Якобсона появляется у тех позвоночных, которые освоили сушу, как дополнительный орган обоняния в воздушной среде, то есть у амфибий. Многие животные пользуются этим органом и, прежде всего, для позвоночных животных, например, для хищников или копытных животных, этот орган помогает найти партнера по спариванию. У животных есть такая интересная реакция, она получила название флемен. Что это такое? Подобные реакции вы можете наблюдать, например, у своих домашних кошек. Животное немножко приоткрывает пасть, высовывает язык и поднимает верхнюю губу. Делается это для того, чтобы проба воздуха попала как раз в орган Якобсона. И, прежде всего, конечно, этот орган чувствителен к феромонам, особым веществам, которые выделяют животные и которые помогают им найти нужного партнёра. При этом выражение морд животных выглядит довольно забавно. Реакцию флемена можно встретить и у лошадей, и у верблюдов, и у тигров, у медведей и многих других животных. Надо сказать, что язык — это удивительное совершенно приспособление. Мы с вами поговорили о том, что язык — это зонд своеобразный. Но вот вопрос, почему он раздвоен? Дело в том, что вымироназальный орган — это орган парный, то есть это две трубочки. И раздвоенный язык дает возможность сразу к обоим трубочкам поднести пробу воздуха. И это позволяет змее получить такой своеобразный стереоскопический эффект. Она может понять, с какой стороны молекул запаха оказалось больше, и с той стороны, скорее всего, находится источник запаха. Раздвоенный язык есть не только у змей, он есть и у некоторых ящериц. И нужен, в общем, для той же самой цели, для того, чтобы пробы воздуха попали на вымироназальные органы, чтобы лучше определить источник запаха. Да, возникает вопрос, почему же, например, у тигра, верблюда или лошади язык не раздвоен? Видимо, язык обладает такой большой площадью поверхности, что в этом нет необходимости. Животные сразу забирают большую пробу воздуха. Но надо сказать, что у змей есть еще одна проблема. У змей плохое зрение. И для них вот этот вымироназальный орган играет большую роль, в частности, в обнаружении добычи. У таких животных, как, например, хищные млекопитающие или копытные животные, зрение развито очень хорошо. И у них все-таки прежде всего вымироназальный орган служит для того, чтобы находить своих, так сказать, сотоварищей других животных своего вида. Прежде всего именно для этого. Поэтому, наверное, и нет необходимости в том, чтобы получать стереоскопический сигнал на вымироназальный орган. В следующем видео мы обязательно вам расскажем о том, как еще животные могут использовать свои языки. Язык совершенно уникальное приспособление. Он может быть приманкой, он может быть ловушкой, он может помогать поддерживать в чистоте свою шерсть. И существует еще множество всяких способов использовать языки. Ну что ж, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик, присылайте нам свои новые вопросы. Мы всегда рады будем найти на них свои ответы. Я уже сказала, что обонятельный орган впервые был обнаружен анатомом, умрющим, у человека. Но сейчас у ученых существует спор по поводу того, есть ли у людей вымироназальный орган или нет, действует он или нет. Считается, что мироназальный орган действует у эмбрионов до рождения, и потом, к моменту рождения, он перестает работать и потихонечку атрофируется. Но, тем не менее, Рюсь же обнаружил его у людей. Значит, все-таки, по крайней мере, участие людей этот орган сохраняется, а может быть, даже и работает. Кто знает. Я знаю, вот ты сейчас наснимаешь всякую фигню, потом начнешь какие-то дурацкие вставки со мной делать.